Музыка Здравствуйте! Сегодняшний наш ролик Очень классно музыканте Вокалисте Шикарную музыку действительно выдавал Один из лидеров так называемого Голубоглазого соло Хотя он работал и в фанке И в регги И в роке В классическом А начинал так вообще с блюзерока Прекрасного в коллективе Виннигар Джо Речь пойдет о Роберте Палмере Роберт Палмер Да, назвали вы мы не даром наш ролик Шикарный музон Музыка, извините, от истинного плейбоя Это был настоящий джентльмен С хорошими манерами Уроженец Йоркшира Родился он 19 января 49-го года Прожил Юность свое детство на Мальте Прекрасный остров Наверное оттуда Тяга у Роберта Палмера К югу Немало он провел времени На южных морях Но об этом чуть позже Ну и конечно Его способности музыканта Открылись еще в подростковом возрасте Когда в 65-м году Семья возвратилась в Лондон Он улегся американским ритм-блюзом Естественно, вы помните Не будем повторяться Мы об этом неоднократно рассказывали Было классическое Американское вторжение Не обратные процессы Буквально Молодежь была В восторге от своих новых Британских групп Конечно Роберт не оставался в стороне Параллельно увлечением музыкой Он выучился на дизайнера Было несколько Очень таких Полулюбительских крепких составов В том числе Команда под названием Да-да Которая переименовалась Чуть позже Винниге Джо Винниге Джо Совместно Кстати С великолепнейшей певицей Элки Брукс Они выпустили Три очень классных альбома Основная князь стилистика Блюзеров Как раз то Что нам всегда Очень и очень нравится И Палмера Конечно Тогда уже заметили Но он мечтал о сольной карьере Вы знаете Параллельно он еще Работал и дизайнером Да Как говорится Хлеб Профессионального Музыканта Недоктишего Какого-то статуса Очень и очень тяжелый Приходится заниматься Еще кучей разных дел Но вот опыт Как дизайнера Сказался В дальнейшем Вот именно Художественного вкуса У него очень Отменный Был выбор одежды Все всегда Со вкусом Подобрано Это его отличало Конечно Всю его К сожалению Недолгую карьеру И вот Мечты Его о сольной карьере Воплотились в жизнь Когда он В общем-то Случайно Как все бывает Зачастую Может быть И вовсе не случайно Ведь случайности Не бывает А пройди внимание На демо Запись его Крис Блэквилл Босс Компании Играмзапись Айланд Рекордс А Крисе Блэквилле Мы рассказывали О его страсти Клюзной И музыке Да Сказано В общем-то Его происхождение Сотства Ямайка В общем Крис Блэквилл Немедленно Подписал с ним Контракт Только лишь При одном условии Что пластинка Дебютная Сольная Роберта Палмера Будет записаться Мью Орлеане Частично В Нью-Йорке Не вопрос Альбом Снейкин Селис Рузелли Вышел В 74-м году Очень понравился Публике И критике Как говорится Ставт был положен Музыка Роберта Палмера Пришлась Всем по вкусу Вы знаете Очень Неплохие Тексты Притом В записи Этого дебютника Участвовали Такие Серьезнейшие Музыканты Как Один из Членов Интереснейшей Команды Литл Фит Лоял Джордж Группа The Matters То есть Там Привлекли Очень Серьезные Силы И альбом Что называется Пошел Палмера Заметили Первый альбом Он продюсировал Не сам Но Пластинка Которая попала В топ 50 Сигретс 79-го года Он уже Сам ее Испродюсировал Палмер Палмер Никогда Не Боялся Экспериментов Он мог Вставлять Куски Электронной Музыки Чтобы Не быть Голословным Сразу Очень Рекомендуем Посмотреть Класснейший Концент Палмера 83-го года В рок-паласе Это все Есть Ютьюбе Там Как раз Тот Палмер Первых Альбомов Когда он Набирал Силу К сожалению Особым Трудолюбием Роберт Палмер Не страдал Оттягивался По полной Хотя У него И жена Была И двое Детей В общем Проводил Он много Времени На Багамах Ну Скажем так Место Не самое Плохое Для Праздного Времепровождения И наверное Не только Праздного Но тем не менее Меломаны Оценили Его музыку Все таки Петь Будучи Отрожденный Белым Человеком Никакого Расизма Эту музыку Это надо Чувствовать Иметь Чувство Своеобразного Ритма Которого Отличают Например Многих Афроамериканцев Поэтому У Роберта Пармера Были Различные Проекты Но первый Проект Который Стрельнул Очень Интересно После некоторой Паузы Это Когда он Объединился С гитаристом Дюран Дюран Дитейлером И барабанщиком Из группы Печей И они создали Такой проект Как Пауэрстейшн Пауэрстейшн Крепко Стрельнул В 85 Году Все таки 12 место Британского Хит парада Начало MTV И очень Интересные Клипы Кстати Вчера Пауэрстейшн В основном Переслушивал Смотрел Благо В ютубе Достаточно Материала И вы знаете Да Впечатляет Это очень Своеобразная Музыка Не для всех Но тем не менее Публика Приняла Очень благосклонно И как следствие Его следующий Сольный альбом На волне успеха Пауэрстейшн Рептайд Стал самым Коммерчески Успешным Вышедший В 86 Году Конечно Благодаря Синглу И клипу Который Многие Из вас Видели В свое Время В конце Восьмидесятых Беспощадно Крутили Ну кто мог Конечно Addicted To Love В общем Там Такой Модельный Ряд С моделями Палмер Любил Делать Клипы С моделями Ну и Конечно Опять же Сама Мелодия Достаточно Прилипчивая Что называется Пошла Но Палмер Для Умудренного Меломана Ценен еще тем Что у него есть Масса Куча Различных Проектов Он не отказывал Например У него есть Интереснейшие Записи С британцами Региной Группой Ubifoti Все это Есть даже И в ютюбе Кстати В свободном Доступе Интересная Подача И конечно Его влияние Как представителя Прежде всего Отмечалось Что это Человек Который Умудряется Чувствовать Африканскую Афроамериканскую Музыку Получше Многих Афроамериканцев И это правда Его Концерт Посмотрите Очень Интереснейший Девяносто Четвертого Года В Альберт Холли Немножко Из дрегу оперы Там с оркестровками Но вокал Вокал Шикарный Конечно Тут Роберту Памеру Было Мало Равных Это факт Образ жизни Он вел Как для Рок-н-ролл Достаточно Спокойный Единственное Что отличало Его Это конечно Курение Выкуривал Он по 3 пачки Сигарет Бень До 3 пачек Это ужас И к сожалению 26 сентября 2003 года В Париже Его нашли Мертвым В номере Гостиницы Не выдержало Сердце Разрыв сердца До этого Он уже После Багамов Жил в Швейцарии Долгое время Постоянно Его в Луган В Швейцарии Похоронили Закончился Такой славный Путь Роберта Палмера Конечно Многие Это отмечают Что Ему Как таковой Как это сейчас Называется Карьерный рост Был мало нужен Он любил Петь И наслаждаться Жизнью Создавая Свою шикарную Музыку Да От истинного Плейбора Дух такой И добавим Еще джентльмена Слушайте Роберта Палмера Прекрасная музыка Спасибо за просмотр Будьте здоровы